итак всем привет сегодня мы поговорим о квестах оба них всех с разом и все в одном видео поговорим о видах и какие виды квестов короче как их выполнять и места их сдачи и появление можно как сказать итак первые можно сказать сюжетные квесты они начинаются с первой локации которая есть как лагерь вроде на за знаки так эти самые точки взять и квест называется вот так исключательным знаком зелененьким отображаются на карте карта открывается на так мы сейчас в городе солнечном когда вы выполните все начальные пояса это нужно делать чтобы выйти из лагеря вы попадаете в город солнечный и вам нужно бежать михалыч который находится в доме вот в этом он написан как администрация вот и он сидит на втором этаже лайкает еще юмы вот он михалыч берем квест у него есть карта которая кстати с тайниками его можете это потом проверить если хотите далее когда мы у михалыча будем брать квесты он будет работать в группе как бы все квесты зависят друг от друга в малой степени вот с барменом бармен тоже будет давать квесты но не всегда вот они говорят между собой как будто они как бы взаимосвязаны далее кто еще работает с кузьмичом в этом городе и с барменом это рафик который вас и квесты дает и торгует всем чего можно не всем конечно но вот он находится где график у него то есть и квесты и снаряга оружие патроны то есть инструменты и одежда также есть комиссия здесь и предметы которые можно выставлять комиссию далее по мере прохождения квестов вам будет доступен оружейник который красит предметы плюс он дает квест на если ней по поисков на мародер 5у который можно собрать уже будучи на 10 левеле на 10 на 12 левеле можно уже получить себе хорошенький мародер автомат далее по городу еще есть медик которому можно сдавать ну по мере прохождения квестов то бишь сдавать те самые лутецкий который будет как бы в миссиях то есть у меня есть товар тут такого нету то есть он как аптекарь у него все есть вот если вы будете собирать всякие там собачьи жиры то им сдавать и продавать плюсом опыт еще вам будет капать за это дело вот так же бармену вилки-ложки но это на начальном этапе только все это дело вот далее чего у нас то есть по городу солнечного это я думаю все персонажи которые дают квест на данном альфе 053 далее идем в шахту как попасть в шахту нужно всего лишь выйти с верхнего левого выхода и бежать примерно так на 21 что мы сейчас сделаем точнее на b31 которым желтое поле и на нем крысы с телепортом так все быстрее можно дойти до шахты этим пользуются все вообще кто знает о существовании телепорта далее когда мы прогрузились то есть когда мы телепортнулись и прогрузились нужно развернуться на 180 градусов то есть назад и бежать в ту сторону по карте там и будет шахта блин лаги что-то подвезли непонятно линейка квестов у шахты минаевской она начинается в принципе квесты не все конечно но большинство квестов квестов у Кузьмича у Михайловича в городе и он вам пошлет типа на шахту минаевская так и будет называться этот квест и вы пойдете сюда возьмете квесты дальше и будете их выполнять заход вот так на второй этаж в это здание далее здесь есть еще второй персонаж который можно сказать коллекционер все его так называют но он хмурый он дает всего лишь два квеста то есть коллекционер который собрать надо 5 деталей всяких и потом он дает на ружье вот этот самый главный шахтер минает по вызвать у него в основном квесты специализированные на шахту то есть также есть здесь кладовщик кладовщик тут кстати дорогой на коровье поехали дальше теперь мы идем на коровье итак мы в деревне коровье она находится внизу то есть есть от шахты минаевская вот она шахта идти вдоль пещеры вот этой пещеры вот здесь вот обойти здесь зайти телепорт переход в скале потом идти вниз 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 и так далее сюда прийти здесь есть кладовщик вот в этом ангаре и проводник здесь есть кошек коралл деревья называется ли село коровье вот здесь кошек под охраной тут купол все дела и у гоши есть практически все он дает квесты когда вы закончите какие-то из квестов из линейки квеста вас могут послать сюда вот поэтому у него товары почти все 42 ствола то есть всевозможные даже гром то есть все короче слова у него есть также аптечки все все у него есть но у него и поэтому есть только вода но также есть комиссия и предметы для продажи то есть он дает квест разные и иногда связан с какого сейчас скажу с кладовщиком который делает два квеста сейчас мы туда придем я покажу кладовщик дает два квеста на рога и на мясо точнее на мясо потом еще на бульон то есть как она называется похлебка вот и так же от него будет квест для гоши чисто посылочка ему и рога ждать гош каравана обходить безопасно всегда можно за деревней чтобы собаки вас не мучили здесь как бы тоже безопасно купола нет просто безопасная зона вот этот проводник который на болото если вам по быстрому надо в этот какого на болото короче крышем вот проводника есть мой кладовщика есть склад короче он иногда дает дает квесты как иногда под дает что так лагает то это походу снова мы обновлены снова обновлены короче вот есть еще такие доски объявлений они находятся на чз в городе и здесь в селе коровье вот на них разные квесты в зависимости от местоположение то есть в городе одни здесь другие это не все потому что у меня могут быть взяты квесты скажу какие вот у меня мех шапки это в городе взял и вроде так все в основном вот куплю аккумуляторами с грабителем и надоели это делается легко это не очень это вообще скучно делать поэтому как то так да и эти квесты с доски объявлений они образуются из тех квестов которые вы сделали по сюжету но не все далее по мере продвижения квестов вас закинет на базу черного заката здесь есть две палатки одна палатка с оружейником который вам может покрасить также починить стволы вроде я почини вообще не пользуюсь починкой вот и вот этот валера бонус он как бы основоположник ну как основу короче главный на черном закате типа у него по мере продвижения квестов будет потом последний квест вступить в черный закат в городе солнечном также вот этот кузьмищ или че а нет михалыч я их все путаю михалыч который у которого тоже по мере продвижения нужно вступать в конфедерацию то есть когда вы сделаете все квесты у вас типа он скажет пошли вступай к нам доска объявлений на черном закате находится вот здесь тут же есть и почта на доске объявлений вот такие квесты ну это наверное не все я так понял а может и все либо по уровню 20 левого я не думаю что мало будет может другие добавят кладовщик находится вот в этой палатке левой и здесь еще торговец черного рынка есть то есть вот он кладовщик от него квестов никаких нет как то так далее перелетаем в туннеле так далее мы находимся в туннеле вот так они выглядят вот это место я потом покажу как все входить будет отдельное видео которое относится к локации вот я буду все входы показывать которые я знаю на данный момент и так тут есть вот это вот карина которая нам дает стволы стволы патроны ремки вот тут есть медик она кстати никаких кисты не дает тут квеста дает медик вот это вот этот короче медик виктор петрович дает квесты далее кто еще квесты дает квесты дает барменша которая всеми любимая типа ее все вначале видели вот она кира она дает на поиск амулета что ли на туннелях там короче есть вот еще не пока ничего не потому что я выпал далее что еще вот этот чувак был сделан просто так можно сказать когда еще каньон открыли он был как скупщик товара за сто процентов цену это был один раз в жизни вот а здесь сидит и герман который дает линейку квестов на каньоне по починке генератора который находится вон там вон там и тогда ну вроде а нет еще не все у нас еще внизу есть вон там вот один персонаж его называет алёша он дает квесты на вино и и на что-то еще я точно не знаю я уже не помню вот ну на вино вроде то я вот она один квест дает и вроде так все все квесты показал где брать и кстати все квесты зависят от уровня то есть чем дальше по уровню чем больше квестов сюжетных вам будет доступно далее про квесты из сюжетных кроме сюжет есть еще и побочные такие которые вытекают из сюжет например самый простой когда вы вооружение вы будете брать масленки то у него дополнительный квест также масленки только не 5 а 10 штук то есть побочные это как бы дополнительные дополнительные квесты так что я обжегся ну ладно далее с доски объявления я уже показывал где доски и есть еще доски вроде в трех местах все пунели досок нет далее че могу сказать другие квесты которые допустим для создания какого-либо предмета например карты телепортов либо для создания ндп детектора который разбросан по всем локациям грубо говоря и для того чтобы собрать нужно просто взять одну деталь подобрать с того места квестового чтобы начался этот квест то есть далее вы его можете потом собрать он будет вот так у вас у меня нет его ну ладно короче поехали дальше то что квесты квесты другие есть скрытые скрытые кстати квесты тут еще кстати появились ивенты это можно если тоже квестом которые на места то есть вы прибежали и видите вот кстати один из ивентов это паука папаши который подбегаешь и вент от убить 30 радиационных пауков и потом завалить самого папашу и тогда за эти ивенты даются награда очень как бы приемлемые там опыт дается железки всякие слитки меди и бронепластины бронепластины слиток броневой и оружейной стали по несколько штук кстати вот такие же ивенты разбросаны по всей ну по солнечному один вроде вент есть ключ там надо найти это так у меня уминаевски есть кабаны вот и так далее другие ивенты я не знаю но если будете бродить по локациям то их найдете далее есть фракционные квесты которые относятся к фракциям если вы вступите в в какую-либо фракцию у вас будут квесты то есть этот квест я пока не знаю я не выполнял за конфидератор никакие квесты поэтому я ничего не скажу насчет конфидератор и черного заката так как я не делал эти квесты но там знаю помню один это про вертолет или про упавший самолет накануне вроде про них есть квеста как их братья где я не знаю спросите о мире игры вот еще чем могу рассказать о видах квестов упрощенных например смотри есть квеста найти что-либо принесли что-либо добыть то есть убить кого-то и добыть с них какой-то лук далее убить просто есть такие квесты убить и поговорить разговорные разговорные обычно в начале есть но и концепт тоже вроде как были поэтому я все квесты не помню далее лучше выполнять квест сразу как-то потом они тупо дают мало опыта ну да это я написал кстати типа смотри лучше делать квест сразу по уровню потому что вы как бы качаетесь вы с первого уровня по 2 3 4 и вам квесты помогают быстренько набрать опыт и быстро накачнуть опыт уровень и чтобы вы были сильнее и мощнее и так далее вот это я просто снимаю если чё ладно далее чё еще места сказал прохождение квестов у меня есть отдельные видео про это разделены на части вот они короче с 1 по я не знаю какой будет но пока готовы шесть частей будет 7 мая вы их смотрите там как бы скоростное прохождение то есть квеста все папа не по порядку а подряд то есть в чем доступно все квесты сразу проходится махом то есть за один забег 2 3 квеста делаются вот далее чё могу сказать так скрытые фракционные так скрытые вроде пока все да кстати квеста зависит от уровня то есть если вы в начале уровня 1 то у вас не будут уровни как бы 2 уровня вот на джей нажимаем это квест вот мех для шапки вот здесь вот стоит цифра к 2 это значит для второго уровня нас и наблюдателя это на 3 на 3 если на квесты присутствует вот такая вот как бы обновление то значит это квест взять с доски объявлений и он сразу автоматически зачислят вам награду если вы его выполнить то есть никуда не надо бежать сдаваться то есть вот так вот это делается выполненный квест они вот здесь или провален вот все на галочками и так далее про каждый пройденный квест нужно нажать и посмотреть что для этого требуется вот на джей то есть русская о все основное открывается на c и так далее вот но в честь вроде как все еще повторюсь то что я лучше выполнять просто сразу потому что дадут мало губ это это я про то что когда вы будете якобы качаться да и докачались например до 10-го или 15-го уровня тут решили квестики сделать они вам нифига ничего не дадут потому что они кстати сейчас и пропускаются то есть вы есть окончались без квестов а потом не дадут потому что у вас уровень большущий уже и они просто не активны так некоторые люди профукали можно так сказать квесты на мародер 5 и им просто это данный квест не дается так что будьте бдительны и аккуратны и сделайте все квесты до того как вы апнетесь я не знаю апнули сделали цикл осты дальше апнулись и делайте другие квесты чтобы посмотреть на карте какой квест активным нужно вам именно перейти на ту локацию то есть вы не умеете не увидите например вот город солнечный да я нажимаю тоннели текущие вот написано то есть болото кстати я забыл сказать что еще один персонаж который находится а еще два персонажа я забыл короче находится вот здесь вот леший на болоте вход потом покажу где вход короче леший на болоте и и еще в окрестностях солнечного есть кордон кузьмича вот он вроде как вот здесь находится кордон кузьмича на он дает в основном квесты на ящер вот еще один персонаж есть вот здесь там как бы скитальцы какие-то либо что они дают квесты тоже линейку такую небольшую то есть посетить ящер вот это вот тут забрать вещи и далее облутать домик и так далее и тому подобное все квесты будут в других видосах вот вроде всех выскал уже вроде ничего не забыл че еще втп также квесты есть но это дает шахта вот она из карты пвп арены я там не был мертвый лес там тоже задание дают большая деревня болото каньон каньоне квестов нету а нет на каньоне квесты есть но их дает из туннеля чувак под названием герман вот вроде да герман уровень на вроде все я блин ссори то что я повторяюсь я не могу все это прям по полочкам расставить потому что игра большущая после много много персонажей которые дают квест ну думаю это был ролик такой пояснительный и я умудрился вам все рассказать так что думаю вам это поможет так что ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам это все понравилось комментируйте потому что комментарии помогают мне в изучении проблем каких-либо продвигают видео дальше и я становлюсь более популярнее мне хочется делать дальше видео потому что главное чтобы это все смотрели люди если они смотрят для кого я тогда все это делаю вот где грузит растут пришел в туннель нас собирал сделал квест вот правда не все 10 ну все желаю всем удачи пока пока